Куда только не ходили, жалуются Светлана Дранцева, жительница дома по улице Вишневой. И не один раз. В Сочи теплоэнерго отвечают женщине, что подают тепло в соответствии с нормами. А в домуправлении говорят, у нас все в порядке, обращайтесь в теплосети. Вот посмотрите, батарея чуть теплая. Нам приходится дополнительно включать электроприборы, чтобы согревать квартиру, потому что очень холодно. Пока жильцы дома ходят по кругу, в прохладные дни и ночи в квартире температура воздуха не поднимается выше 15 градусов. А ведь жители честно платят за отопление. У нас домком, который выбирается, он почему-то бездействует. Самим заниматься этим я не знаю как. Честно говоря, я не знаю. Потому что непробиваемо. Я когда-то пыталась что-то это самое, у нас непробиваемо ничего. Ничего нельзя добиться. Добиться, конечно, можно, если знать механизм воздействия на недобросовестных коммунатчиков и быть понастойчивее. И, соответственно, гражданину, если у него действительно все это герметично закрыто, то есть он подготовился к зиме, в том числе и своего помещения, произвел утепление. Две входные группы. Окна у него нормальные, пластиковые, либо какие-то деревянные, с уплотнителями. Значит, он вызывает домовой комитет, опять же, я говорю, три человека и управляющую компанию. Соответственно, с прибором, который там градусником, промеряет в нескольких местах температуру. И, соответственно, уже актируется о том, что на таком-то участке столько-то температуры, на таком-то участке такая. И уже с этим актом обращается управляющая компания. Дом управления в таком случае обязаны устранить неполадки и обязательно произвести перерасчет. Ведь счета за отопление оплачены. Те управляющие компании, которые отказываются помогать жильцам квартир в установлении температурного режима, тем самым нарушают жилищное законодательство. А, следовательно, могут быть оштрафованы на 200 тысяч и даже лишиться лицензии на дальнейшую работу. Администрация города в рамках муниципального жилищного контроля подаст в списке нерадивых коммунальщиков краевую горжелинспекцию. И лицензия будет отозвана. Самим же сочинцам советуют в мэрии следует выбрать достойную управляющую компанию, которая будет считаться с интересами жильцов. Елена Всецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.